Сука! Война! Убывают поезда, может быть не навсегда Кто-то сможет возродиться, ну а кто-то никогда Глядя потом, как вы только что, какие вы спустились в сцену У меня впечатление, будто вы разгрузили вагон, эшелон просто каких-то древесин Неужели это так тяжело? Ну это жарко, конечно Потом адреналин еще, все-таки стресс А, так все-таки вы испытываете стресс Испытываем стресс Слушайте, ну получается, да, после такого стресса вам надо восстанавливаться, там массажик делать, там, или выпивать Как вы себя восстанавливаете? Можно, ну пиво попьем, наверное Пиво и все, да? Ну потихоньку, конечно, будем в себя приходить Будете приходить, все-таки сильная затрата, да? Чтобы хорошо выступить, выложиться надо как следует, надо на полную стараться Я играю на бас-гитаре, вот, потому что в попсе там есть мелодии А в кард-роке зажал одну ноту и бей весь концерт Пустота, которая вас охватывает внутри после концерта Это же гнетущее, наверное, да? Нет, это не пустота, это скорее чувство того, что задача какая-то выполнена Если народу нравится, хорошо, что ж нам вдвойне приятно Конечно, хоум-видео Хоум-видео, да? Черт, рок-музыка, она не только что вот на сцене подразумевает, она вообще вот и по улицам, вот, да? Конечно, это образ жизни, да? То есть вы, наверное, вот все свои вдохновения вот черпаете как раз из уличных, да, и оттуда вот Ну, а почему именно вот такого вот рычащего характера, а вот, а не, например, там, ну, более Ля-ля-ля-ля-ля, ну, вот я там Чайковского послушаю Такая ля-ля-ля-ля, пусть он поет эти, как, фабрика звезд там Не, ну, а Чайковский, это шо, разве ля-ля-ля-ля? Ну, Чайковский, это, ну, это, ну Чайковский, это совершенно другое Ну, он в природе тоже черпал очень, там, сидел на даче, черпал вдохновение Все-таки какая-то симпатия, любовь вас тянет, да, вот, так сказать, невостребованное чувство признания, да? Ну, понимаете, тут в чем дело Одни предпочтут перед телевизором с пивом поставить футбол Да Предположим, да Вот Это вполне возможно, что это какая-то Сейчас, секундочку, если можно, нет, нет, можно только сейчас, секундочку Вот так, держите, чтобы рекламу нельзя Какая-то предрасположенность, возможно, на уровне генов То есть, предположим, да То есть у вас ваши деды играли рок тоже? Ну, почему рок? Ну, если говорить про дедов, то первым рокером был вообще бах Он использовал те же гармонии Вот Я сегодня уже неоднократно слышу, что вы уже какая-то группа, которая баха причисляет к рок-металлу Я вот считаю так, что металлические корни, они в любом случае идут из классики Из классики? Конечно Именно музыка, особенно гитары Ну, ты знаешь, я вот исследуя исторические корни, я не обнаружил ранее нигде металлический голос Бах Бах Я имею в виду музыку А, медные трубы, бааа, да, это металл, да Слушай, интересная мысль, бах, оказывается металлист Я даже не подозревал Да, 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 он использует те же приемы Это для меня откровение, ребята То есть, это что, потому что он трубы вот эти вот органные использовал? Нет, музыкальные приемы, гармоники те же Что вы говорите? Никогда не думал, что бах мог быть рок-музыкантом, вот это да Вот, то есть, если он бы жил в наше время, возможно, он был бы известным рок-музыкантом Ну, руки дровосека, на самом деле, серьезно На самом деле, перед концертом я пальцы заливаю эпоксидкой, чтобы не было больно Ну, а насчет цели Цели, как таковой, нету Вот, пытаемся просто донести Потому что, опять же, если сравнивать музыку с попсой, то рок это все-таки состояние души Состояние души Вот такое всегда кричащее, орущее, рвущее на себе последние волосы на груди Ну, почему обязательно орущее и кричащее? Опять же, это только внешние проявления, но... Ну, это же крик, это же экспрессия Это, вот, это же... Ну, это и отчасти крик души, но есть и подводная часть айсберга, опять же Сейчас мы узнаем по поводу подводного части айсберга А крик, который используется, это крик... Это его всплеск А. Отчаяние В. Восторга Г. Сексуального наслаждения Выберите одно из трех А целоваться публично это вообще признак вашей секты, да, я это понимаю? А еще чего, знаете почему? Или пока, пока, да, пока есть возможность, надо это пользоваться Это просто очень хочется Ну, не сексуального наслаждения Точно На сцене сексуального удовлетворения получить не получится Не получается? То есть, все-таки творчество и секс разные вещи А говорят о рок-н-ролл, остается на зводике одно и то же Нет, кто-то выходит на сцену выплеснуть негативную энергию Кто-то... Дорц, например, маструбировал на публику Это понятно, но мы до этого не дойдем, я думаю Не дойдем? Нет То есть, по другому направлению Мы этим ванной будем заниматься Ванной Отлично сказано, хорошо То есть, маструбация это была домашняя концерта Домашняя готовка, да А это уже, так сказать, то есть, публику все-таки вы здесь не трахаете, да? Нет Думаю, что нет, можно в публике спросить Она бы не приходила на эти концерты, если бы мы ее... Ну, тогда, а что же вы тогда делаете с публикой? Насчет трахаете, если только мозг, чтобы она задумалась о чем-то Ага, кто у вас тексты сочиняет? Вот Сергей Сергей Использование терминологии сука, война Вы умышленно делаете ее женского пола Это что-то как-то связанное с женоненавистничеством? Нет, ну вы ударяетесь в психоанализ Нет, просто это такое наше ругательство, сука Сука В данном контексте это как, сука, ну, война приносит много бед Песня об этом Ну, а как же говорят, вот, война – дело настоящих мужчин, война миров, война социальных Это обратная сторона медали, это диалектика Да Мы не можем, как бы, обозреть Я сейчас взял один аспект войны Видите, борьба с света этим, это тоже война, извечная Про войну я бы хотел бы добавить Вот война – дело настоящих мужчин, это уже устарело Устарело Потому что это раньше, 16-17 века, вот пришли, захватили территорию, там будут жить Сейчас война несет только для кого-то финансовую выгоду И никак не для тех парней, которые превращаются в пустыню Но это тоже война Вот, но… Война между мужчиной и женщиной, война интеллектов Война культурных, опять же, ценностей Кто-то говорит о том, что я придерживаюсь сатанизма Кто-то говорит, я придерживаюсь позитивизма И тоже война Я бы даже это расставил как соревнование Противостояние Да, противостояние То есть вы все-таки различаете понятия войны и соперничества, да? Потом, вы понимаете, язык обладает такими свойствами, что можно сказать одно и прочесть по-разному В одном фильме я как-то слышал, мужик сказал, он там поранился, советский старый фильм Ему кто-то говорит, да ладно, не расстраивайся, шрамы украшают мужчину Так он отвечает, говорит, каких глупостей только люди не придумают, чтобы себя утешить Так же и про войну, и про то, что мужчина не должен плакать То есть вы сторонник, вы такие пацифисты, значит? Нет, я бы не сказал, если надо будет воевать, то будем Так тогда... Ну не хотелось бы Я встретился с группой, которая носит такой характер современного военизированного хипизма Хиппи тоже боролись с войной, они тоже вставляли цветочки Только если хиппи это делали посредством, так сказать, ля-ля-ля, вы это делаете более жестче по-мужски Я ошибаюсь? Ну, я бы не сказал, что это хиппизм, потому что... В хорошем смысле слова этого хиппизма, понимаете, да? Как я говорил, рок это состояние души То есть если у тебя есть состояние души, ты пытаешься донести его до другого кого-то Вот, не обязательно, что нас волнует в данный момент Предположим, завтра нас будет волновать проблема вымирания дельфинов в каком-нибудь море Мы, значит, будем петь об этом Ты тоже поешь? А ну давай споем Он бэк-вокал Да? Да Он барабанщик Да, он по барабанам шарах-шарах-шарах Слышите? Как у нас, говорят, рок-н-ролл состоит из трех составных, да, пространства Рок-н-ролл, секс с наркотиками Ну, сексом я понял, вы это в ванной делаете Переходим к третьей составной Что является допингом для вот такого вот выброса адреналина? Тут сама музыка является допингом То есть она является наркотиком, да? Вы варитесь в этом наркотике, питаетесь, его создаете и сами еще в этом Да, можно сказать, что он питает нас, придает некие силы Вот То есть вы абсолютно уже обкуренные музыкой Вот, обдолбанные, обколотые, пронизанные от начала до конца и других миров не знаете Нет, почему? Я знаю других миров, я разносторонний человек А про музыку, да, я пропитан, что я начал слушать эту музыку в четвертом классе Вот И подсел на нее окончательно Да, это был тогда еще Советский Союз, пропаганда Вот, это был 86 или 87 год Отлично А как ты считаешь, в чем разница между духовным наркотиком и физическим наркотиком? То, что физически все-таки там привыкание и доставляет при его отсутствии некую боль Вот, а духовный наркотик Я тоже без телевидения не могу А если я пару дней не поснимаю, у меня начинается такая ломка Вот, я уже начинаю подозревать, что я тоже зависим от своей работы Вот, опять же, и что подразумевать под словом наркотик Вот Та же еда наркотик, без нее же мы не можем, помрем Я замечал, что вот все какие-то рок-музыканты какие-то дохленькие Вы что, плохо кушаете, что ли? Да, мы пьем в основном Отлично сказано То есть все-таки мы, наверное, говорим о неком хлебе насущном И каждый выбирает его свой, да? То ли это реальный хлеб, который мы покупаем в магазинах То ли это духовный хлеб, который мы создаем сами То ли мы питаемся этой музыкой И каждый свободен выбирает тот самый хлеб, который мы питаем Тот орган, который больше всего в нас разит Ну, я как бы не знаю Музыка, мне кажется, это духовный хлеб И мне кажется, в жизни человека должен быть и насущный хлеб реальный И духовный какой-то, не обязательно музыка Может быть там вышивание крестиком, выпиливание, ну что-то должно быть Отлично сказано, ребят, я вот Мы познакомились с очень зрелыми, взрослыми личностями музыкальной культуры Которые воспринимают вполне целостно свою жизнь, свою музыкальную культуру И самих себя в этом Я очень рад нашему знакомству Я желаю вам придерживаться в дальнейшем этих же позиций Как только программа выйдет в эфир, я предоставлю вам копию В небо ты ждешь ответ Когда же придет и твое спасение Плечи под бременем прожитых лет Ты мог стать великим, но ты выбрал запвенье Запвенье Ребят, я только что 7 часов провел в пространстве, где на меня обрушилось 120 дБ Я чувствую, что моя голова уже выворачивается вот так, вот как кепка А вы ведь этим живете, у вас это каждый день А это же, это же какую надо иметь психику Вы нормальные, скажите, честно признаетесь Нет, ненормальные Ненормальные, абсолютно ненормальные Мы психи Мертвые струны не засменят Память таленых железом не стынет Он страдал за тебя и распян Истинное имя свое отцы Сила небес Свобода звезды Все есть тебе Все это ты Вы знаете, то, что я услышал, это серьезная заявка На продолжение легендарной группы Ария И это, черт возьми, меня очень порадовало Но признайтесь, друг мой Ведь, обладая такими вокальными данными, вы могли бы превосходно петь, скажем, в оркестре советской армии Где-нибудь, скажем, в консерватории, на похоронах, на свадьбах больших И, ну вот, вы же по натуре, как мне кажется, лирик Нет, я по натуре практик К железным истуканам Ну я понимаю, они там в железях Ну вы-то, такое тонко ранимое создание Я, конечно, большой фанат советской армии Особенно хора советской армии Да Но, к сожалению, поскольку советской армии больше нет То мне приходится, вот, с такими металхедами, значит, вместе То есть, повезло тебе, да, в жизни, да? Здесь не повезло, но повезло в другом Я нашел офигенных людей С которыми мне просто приятно не только проводить время, но и выступать на одной сцене Вот видите, у нас просто взаимопонимание И абсолютная любовь, да Это замечательно, замечательно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как вообще произошло, что вы вот так вот сложились, так нашлись, так сыгрались, так запели? Это как-то ведь... Я не знаю, это чудо, что ли? Это вот нужно, чтобы Дима ответил Дима, ну-ка признавайся, как все это случилось? С самого начала Ну, сейчас тебе сейчас расскажешь о том, как ты с горшка ходил куда Ну, что ты... Нет, как вообще произошло? Ведь это же особый труд такой, наверное Я знаю по себе, как организатор, собрать команду, это серьезное испытание Наверное, отсеивались какие-то люди, появлялись, исчезали, да? Да, вообще, на самом деле, вот команде... Извините, пожалуйста, можно камеру попробовать с другой стороны вспышки? Потому что вот такая частая вспышка, она... Вот, да Вообще, группе четыре года За четыре года вы создали вот такую вот бодягу? Слушайте, я... Перед вами была группа за пять лет, они не могли оформиться словесно, уж не говоря музыкально Маленькая... У вас хорошие учителя? Ноговорка, нет На самом деле, очень много раз менялся состав в группе По той причине, что трудно очень найти людей, которые живут, болеют музыкой, сходят с ума по музыке Да нет, на самом деле, дофигища Просто, наверное, по-настоящему По-настоящему, именно По-настоящему, вот это очень верное, правильное слово Главное, одинаково сходят с ума И давно он у вас? Только сегодня купила Что вы говорите, то есть, вы его первый раз протащили, он же помрет же? Не помрет Вы думаете? Это не он, а она, это фанат Рока Фанат Рока То есть, он еще не подозревает, что он фанат Рока Не он, а она Она еще не подозревает, но вы уже... Да То есть, вы всех так вот причисляете, да? Нет, это не запланировано, отлично Как удалось пронзить идеи, чтобы так вот группу сорганизовать? Это же, понимаешь, за один год, я знаю, это так, что ты им... Может, ты им подплачиваешь там втихаря? Нет, на самом деле, в принципе, вот этого человека я еще давно знаю, мы с ним в лицее меньше учились Ага Вот, уже тогда выступали с ним на праздниках каких-то, вот И потом, как бы, мы поступили в институт, наши пути разошлись После лицея Вы что, все учитесь? Ну, не все То есть, вы студенты? Да Ну, не все Скажи, что ты еще на экономиста учишься Слушайте, я понял, в нашей стране, в нашей России, все те, кто прошли авиационный, железнодорожный, экономический, никогда не работают, тихо! Я попрошу всех, кто вне студии, молчать, потому что вот это, вот это мусор, понимаете? Все, кто обучались авиационному, железнодорожному, экономическому, кулинарии, никто не работает по своей профессии Вы знаете, это панацея Они все идут в бездельники Вот это им по кайфу Они поняли, что вот это их профессия Это страшная профессия, нам надо будет работать А гораздо проще выйти на сцену Раз и все! Знаю, ты скажешь, что вышел срок В храме богатство древнее пламя И твое знамя со светлым мечом Пало их топтано в грязь сапогами Но ты сильнее, ты предвидишь судьбу Мысли твои, только вечность и ветер Путь одиноких лежит через тьму Что будет дальше, безвремя натерти Сила небес, свобода звезды Все я себе, все это ты Я считаю, что это не так Потому что, несмотря на то, что мы занимаемся музыкой Мы продолжаем получать знания, учиться своей профессии Я, да, я действительно учусь, допустим, в авиационном Да ты что? Вон в автодорожном, вот он экономиста Вот Так У нас есть доктор Он доктор? Да, у нас есть микробиолог 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 Слушайте, ну а вы что, потом все пойдете по профессиям учиться? Ой, работать? Ну я, да Вот так То есть ты будешь строить самолеты? Нет, я не буду строить самолеты У меня специализация, автоматизация системы То есть тебя там научили вот это Да, конечно Только на высоте, я понял Только вот там, где кто на высоте Познает высоты, духа и так далее На перегрузках она тяжелее уже Понятно. В общем, нормальные люди там не остаются, я тоже так понял. В такой одежде. Что в такой одежде? Опасно ходить на рок-фестивали. Почему? Потому что у нас так вообще не ходят в Москве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сила небес, свобода звезды, Всё есть тебе и нет, всё это ты. Смерти в колёчествах нет, Небо по ночам и сквайни, Позор не выйти на свет, Видя, идущая тайны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, а Вендетта, это же страшная месть. Вы что, задумали, а вот все, кто попадает к вам на концерт, Адвестизе... Или что? Ну, нет, это не относится к нашим фанатам, к нашим слушателям. Вендетта, да, действительно, это с итальянского месть, Но в данном случае она означает месть, Грубо говоря, правилам этого мира, Которые сложились без нас. Как-то люди так договорились, И живут по этим правилам. Некоторые нам нравятся, некоторые не нравятся, И мы выступаем как раз в своей Вендетте, Мы мстим тому, что нам не нравится. И стараемся это вообще исключить из нашей жизни, И жить по тем правилам, которые мы устанавливаем сами. Что такого вам не нравится в моем костюме? Ничего не нравится. Мы были вместе, ты и я, И нуды наслаждений, И в танце бешеном кружать Сплетались наши тени. Любовь шикала в нас дотла, Казалось чем-то вечным, Если я не делся, я не глаз, Держу тебя я крепче. Слово глянет больнее, чем нож. Скоро ты истину эту поймешь. Я вижу твой взгляд, В нем только лед, И больше нету ничего. Я вижу твой взгляд, Я вижу твой взгляд, В нем только лед, И больше нету ничего. Ваши амбиции? Жить, творить, создавать, идти вперед. Ну какие же там амбиции? Это обыденные штуки. Это не амбиции. Олимпийские, собираетесь собрать? Обязательно собираемся собрать олимпийские, даже больше. То есть вы себя не позиционируете как группа клубных рок-тусовок? Мы хотим донести наши мысли, наше творчество до большего количества людей. Мы хотим дарить им позитив, радость, И поделиться нашими мыслями. Мы были вместе, и я Навстречу ярким звездам И понимали, что горит Но было слишком поздно, поздно Можно слово Ранит больнее, чем нож Скоро Ты истину эту поймешь Я вижу твой взгляд, В нем только лед И больше нет ничего Я вижу твой взгляд, В нем только лед И больше нет Нет ничего Нет ничего Но это же чревато выход на популярную сцену, на широкие массы это чревато ведь с определенными трансформациями своих личностных интересов. Понимаете, что такое широкое СМИ? Это надо отказаться от себя самого, от своих личных пространствий. Мы входим в пространство игры мировых масштабов. Вы готовы отказаться от себя самого? Я готов. Готов, готов, готов. Еще вот. А он уже настолько привык за барабанами, вот это самое, от себя отказывался, что ему уже все. Итак. Серьезное испытание. Компрометирующий вопрос на самом деле. Да. Понимаешь, хочется ведь хочется воевать огромные массы, а в то же время ведь условия игры совсем другие. Это вы здесь можете быть самими собой. На самом деле я вначале как раз говорил про это, про условия игры. Мы хотим создать свои условия игры, где нам не нужно будет ни от чего отказываться. И вы думаете, что мир под вас прогнется. А почему бы и нет? Я предлагаю через годик встретиться. Хорошо. И вновь поднять эту очень интересную тему. Мудрость, она ведь приходит с опытом. Заметьте, кое-кому удалось прогнуть мир под себя. Я искренне желаю вам не включаться в те резетки, которые вам будут предлагать, а сохранять свой источник питания. Потому что подобные группы, мне кажется, не просто нужны, они важны. Потому что на этом не побоюсь этого слова. Постарайтесь об этом не думать, а просто напомним тебе движение в России. Спасибо, ребята. Я был приятно удивлен, и по-настоящему обрадован. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok